Доброе утро! 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 и сохранение здоровья и жизни матери и ребенку. Теперь мы достигли показателей развитых стран. Большие надежды по снижению детской заболеваемости мы возлагаем на строительство Гомельской областной детской больницы. И то, что идет в проекте на ближайшие 5-6 лет. Это будет многопрофильное здание, оно идет на стадии проектирования здания. Мощность койки будет на 538 койок. Иснувшая областная детячая клиничная больница уже не может полностью забеспечить потребности Гомельщины. У новой будут выкористовывать самые сучасные медицинские обсталевания и технологии. В целом, все лето продолжится оптимизация допомоги женщинам подчас тяжарности, родов и упасляродовый период. Своё дальнейшее развитие отримаются допоможные репродуктивные технологии, накированные на периодоле небесплодности. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Президент Итальянской Республики Сержио Матарелло, знагородил старшиню Международного доброшинного фонда «Допомога детям Шарнобыля» Геннадия Карецкого орденом «Зорка Италии». Таким шином означен великий уклад гомельщанина у развития сябровских сувезей с этой краиной. Доброшинный фонд «Допомога детям Шарнобыля» был зарегистрован в Снежне 1990 года. За 400 годов фонд накировал на оздоровление в Германию, Италию, Бельгию, Австрию и Францию больше, как 130 тысяч неполнолетних. А праша того, при непосреднему делу фонду на Гомельщину поставлено свыше 6 тысяч тонн гуманитарной допомоги, перш за усею медикаменту и медицинского обсталявания. Геннадий Карецкий стал першим же хором Гомельской области, який мая статус кавалера ордена «Зорка Италии». Сегодня у планах фонда «Допомога детям Шарнобыля» не только протяг супрационниц с международными структурами у гуманитарной сферы, а лей наладжение совезе по социально-экономичных накерунках. У праватности зараз разглядаются махшимости по оказанию итальянским бокам финансовой и техничной допомоги у створения на территории Гомельска в области, фермерских господарок и открытий малых предприемств. Семьи итальянские и немецкие очень заинтересованы в том, чтобы дети наши жили на своей родной земле, чтобы они имели свое дело, чтобы здесь развивались. Начинается все с тех, кто оздоровлялся у них. Ну понятно, что оздоровлялся один, а на предприятии будет работать не один. Поэтому, конечно же, вот это вот вовлечение молодежи в эти новые проекты, конечно, это будет очень существенно. В Гомеле отбылся городский этап Республиканского профсоюзного конкурса творчества працанных коллектива «Новые имены Беларуси-2016». Его организатор – Федерация профсоюзов Беларуси. Проект распространялся в минулом году и отримал велизарный поспех. Об этом, как проходил городский этап вселетнего конкурса у Гомеле, доведалася Вероника Ворошилина. Холл Гомельского городского центра культуры на сейчас перетворился у выставок «Кермаш народных мостатских промыслов и ромёстов». Усел это, дякую же тому, что все лет организаторы Республиканского профсоюзного конкурса «Новые имены Беларуси-2016» пропоновали новую номинацию – «Воявленшее и декоративно-прикладное мостатство». И она дозволила удельникам продемонстровать свои уникальные с дольностью скульптуры, живописи, соломоплетения, фотографии и многих инших творчих на прамках. На суджоры конкурсанты представили свежки, мыло, поштовки и сувениры ручной работы, эксклюзивные головные уборы, ляльки, шкатулки, предметы интерьеру, вышитые бисером иконы и картины. На работе я работаю, а творчеством занимаюсь свободно от работы время. Я вот сделала серию кукол, времена года, авторские куклы в единственном экземпляре. Потом у меня есть портреты, икон у меня много, сама вышиваю бисером. У меня есть работа, которая три года стоит, и я не могу продолжить ее. А есть такие, что они быстро, легко, и это необъяснимо. Пока одни конкурсанты демонстровали свои таленты у выявленчим и декоративно-прикладным мастатствия, иншие разминалися перед сценичными выступлениями. Ой, да гадошка моя болела, ой, да гадошка моя болела, гулять захотела, гулять захотела. Многие из удельников, как до прикладу народной аматорских хор, «Спева и душа» Гомельского завода «Станочных вузлов» мают запляшима не один десяток узнагород у городских, областных и республиканских конкурсах. А тому на это творческое споборнество яны приехали с добрым настроем, мацным песенным арсеналом и великим жаданием у войсти у спи слепших. Каждый человек, когда едет или идет выступать, он каждый надеется на победу, как и спортсмены, так и мы, артисты. Мы тоже хотим, чтобы вот только мы и все. У нас есть галерея дипломов, грамот, награждений всех. У нас специальный стенд на заводе, целая стена, это все. Там более 20 уже наград у нас. У новой редакции правилопроведения республиканского просоюзного конкурсу «Новые имены Беларуси-2016» отсутнежу эти обмежевания по взросте. При этом и концертная конкурсная программа складалась не только из вокальных номеров. Все лето в номинацию «Сценичное майстерство» были допущены, так само хореографичные выступления и навод гомбрыстышные постановки. До рэй же 100 тысяч вокальных номеров их представляли як соло-артисты, так и дуэты, трые и коллективы до 10 человек, где только один удельник мог иметь профессийную музыкальную адукацию. На суть журы конкурсанты представили яркие концертные номеры, которые дляустровывают народные белорусские традиции, а так само розные на прамке сучасного мастерства. Усяго у Гомеля в городском этапе Республиканского профсоюзного конкурса «Новые имены Беларуси-2016» приняли удел около 200 человек. Аналогичные прослуховы не зараз проходят и в районах Гомельщины. Недеяны уже скончились, а у некоторых еще только почнутся. Лепших конкурсантов напереде чекая областный финал. Победители будут определены жюри и примут участие в областном этапе конкурса, который пройдет в марте месяце. Финал конкурса пройдет 1 мая в Минске. Хотим попасть, конечно, наши участники очень рвутся в финал республиканского конкурса. Ну и надеемся на то, что это произойдет. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадо «Кампания Гомель». И на этом поколюсе озер развитем паде и сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побожения. Субтитры подогнал «Симон»